Черное облако дыма видно практически с любого уголка города. Горит крупнейшее предприятие – завод алюминиевой и комбинированной ленты. Пожар начался ранним субботним утром. На место сразу же были отправлены пожарные, которые присвоили ситуации повышенной ранг сложности. Начальную стадию возгорания снял очевидец. Вскоре огонь быстро охватил здание. Общая площадь возгорания достигла 33 тысяч квадратных метров. Когда пламя охватило порядка 25 тысяч квадратных метров, рухнула кровля. На месте тушения пожара МЧС задействовало более сотни спасателей. Пожарный поезд, два вертолета Ка-32 и один Ми-8. Административно-бытовой ход и склад готовой продукции защищен, ничего не угрожает. По периметру ни одно здание сейчас не попадает в тону риска, поскольку по всему периметру расставлены боевые расчеты и работают техники. По-моему, работать, я думаю, мы проработаем тут и больше суток, поскольку нужно добраться под все завалы, войти еще в подвалы. Осложняла ситуацию металлоконструкции, из которой построено здание. Заводить внутренний состав в такое строение рискованно, поэтому тушение пожара осуществлялось по периметру с высотных техник. Конечно же, главный вопрос в этой чрезвычайной ситуации касался пострадавших. Погибших и пострадавших, сведения к нам такие не поступали и в процессе разведки мы не обнаружили. По крайней мере, нам было доложено администрации, что таковых не должно быть. О точной причине пожара пока ничего не известно. Это установят в рамках возбужденного уголовного дела или дознания. В любом случае будет проходиться это дознание по этому пожару и тогда причины скажут. Ну, поживем-увидим. Отсюда сейчас невозможно. Наша задача сейчас локализовать это все. А дальше уже пойдут дознаватели вместе со следствием, вместе с прокуратурой. Локализовать пожар удалось к 16 часам того же дня. Затем пожарные приступили к тушению отдельных очагов открытого возгорания. Полностью его ликвидировать удалось к вечеру следующего дня. Все, что осталось от алюминиевого завода. Последствия сложившейся чрезвычайной ситуации под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Около 200 сотрудников сгоревшего завода потеряли рабочие места. Решение о конкретной помощи будет принято после переговоров с руководством учреждения.